Один из продуктовых магазинов в поселке имени Шмидта. Кроме хлеба, колбасы и прочего на витринах спиртные напитки, которые продают кому попало, не спрашивая паспорта. В этот раз пена и напиток оказался в руках 16-летнего подростка. По словам начальника городского управления МВД Дмитрия Блохина, молодежь под шофе нередко совершает необдуманные поступки, порой роковые. 26 мая на территории советского района, когда в состоянии алкогольного опьянения девушка 1997 года, которая является несовершеннолетней, совершила убийство своего знакомого в 1991 году рождения. Ситуация самая-самая банальная. В ходе распития спиртных напитков. Вот эти факты реализации алкоголя несовершеннолетним являются достаточно показательными. За продажу алкоголя несовершеннолетним продавцу может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Что касается юридических лиц, в 10 раз больше. То есть до полумиллиона. Сейчас городские власти совместно с полицией обсуждают вопрос о лишении лицензии предпринимателей за подобные нарушения. Добросовестные продавцы понимают всю серьезность ситуации. При предъявлении паспорта только мы продаем алкоголь. Вот и все. Это очень строго и четко. Потому что у нас лицензия, она очень дорогая, и нам еще нет. Мы этот закон соблюдаем. Помощь в выявлении подобных нарушений с недавнего времени полицейским оказывают общественники, активисты народного контроля. Изменить всю ситуацию, в том числе и в нашем городе, в области, в стране, можно только в взаимодействии с людьми, с неравнодушными гражданами, с представителями молодежи. Только так мы сможем препятствовать нарушению закона. После инспекции магазинов Дмитрий Блохин и Александр Фетисов в форме добровольной народной дружины прошли по улицам поселка. Как выяснилось, не зря. Уже через несколько минут на остановке был задержан мужчина в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения. По словам местных жителей, подобного контингента на улицах поселка становится все меньше. Их выгоняет и милиция, и стенка отрулирует, смотрит. Если раньше говорили, что поселок Шмидт – это криминальный район, то сейчас я нигде такого не слышу. Чтобы добиться положительного результата и сделать жизнь в городе безопаснее, 4 дня в неделю на патрулирование улиц выходят более 200 нарядов. В их составе полицейские, дружинники, сотрудники частных охранных предприятий. Марина Кравцова, Павел Баймаков, Павел Бросняков. События.